Здравствуйте, уважаемые ученики! Я рада сегодня приветствовать вас на уроке русского языка. Тема нашего урока – сущность толерантности, признаки, критерии, термины. Сегодня вы узнаете, что такое толерантность, как определить признаки и критерии толерантности, что означает слово-термин. Сегодня вы научитесь отличать общенаучные и специальные термины. Для начала давайте обратимся к эпиграфу. Высказывание Конфуция. Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали. Вот что можно назвать человеколюбием. Как данное высказывание связано с темой нашего урока? Совершенно верно. Тема нашего урока – толерантность. Давайте узнаем, что такое толерантность и какие есть признаки и критерии толерантности. Толерантность по словарю Даля – это терпимое отношение к чему-нибудь. Умение без вражды терпеливо относиться к чужому мнению характеру. По словарю Ожегова – толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему миру человека, веру в победу доброго начала в межличностных отношениях, отказ от методов грубого понуждения и любых форм авторитаризма, позитивную лексику. К признакам толерантности относятся отказ от применения насилия и вреда, готовность мириться с чужим мнением, уважение человеческого достоинства, принятие его таким, какой он есть, терпимость к поведению другого. Критерием толерантности относится равноправие – это равный доступ к социальным благам, к управленческим, экономическим, образовательным возможностям для всех людей, независимо от пола, расы, нации, религии. Взаимоуважение членов группы и общества, доброжелательность и терпимое отношение к различным группам. Почему же актуальна тема толерантности в наши дни? Казалось бы, набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперед. Жизнь должна быть спокойной. К сожалению, сегодня приходится признать, что прогресс, достигнутый человечеством в различных областях, не привел к взаимопониманию между людьми. Вам, дорогие ребята, в будущем жить, учиться, работать, общаться. И именно сейчас вам нужно правильно выстраивать свои отношения. А адаптация человека возможна лишь в том случае, если вы правильно сформировали социальные умения и качества личности. Одним из таких качеств и является толерантность. Думаю, каждый из вас когда-либо слышал слово «толерантность». Но что кроется за этим словом? Что оно таит в себе? И почему же оно столь часто встречается сегодня? Начнем с того, что на Земле проживает более семи миллиардов человек. И все мы разные. По национальности, религии, цвету кожи, разрезу глаз, политическим убеждениям и мыслям. Как раз толерантность и дает нам возможность принимать этот мир таким, какой он есть. Допустим, в школьный класс перевели мальчика-иностранца, который немного странно выглядит, плохо знает язык и коллекционирует сушеных бабочек. Вы смотрите на него не так, как на остальных, потому что вам кажется, что он другой. На самом деле он такой же человек, как и все. И к нему нужно относиться точно так же, как и к любому другому однокласснику. Ведь если задуматься, у каждого из нас есть свои особенности, которые могут показаться необычными для окружающих. Между людьми разгорается конфликт, когда каждый из них считает, что только его точка зрения правильная. Такой ссоры бы не произошло, если бы они сохраняли толерантность. Быть толерантным означает принимать людей такими, какие они есть, с их индивидуальными взглядами на жизнь. Толерантность исключает осуждение. Ведь у каждого есть свои недостатки. Просмотрев данный ролик, хочется подчеркнуть, что уважение друг с другом, взаимопонимание, терпимость – это необходимые условия для счастливой жизни в мире. И, как говорил известный французский писатель Эмиль Золя, «История человечества тянется на протяжении веков, но главный урок в ней – взаимная терпимость». Для закрепления темы обратимся к упражнениям. Прочитайте, вставляя пропущенные буквы, расставляя недостающие знаки припинания. Какая мысль объединяет эти предложения? Продолжение следует... Секрет казахстанской модели межэтнической толерантности и духовного согласия имеет глубокие исторические корни и опирается на традиции, толерантность и степные обычаи, присущие казахскому народу. В данном предложении в словах «секрет», «модели», «согласие» буквы расположены в корне слова, и их нужно запомнить. В слове «опирается» будет стоять буква «и», потому что она в корне слова. После него идет суффикс «а». В данном предложении стоит запятая. Она разделяет однородные члены предложения. Цель ЮНЕСКО и ООН призвать к взаимоуважению представителей разных культур, а также напомнить о важности уважительного отношения к способам проявления индивидуальности каждого человека. В этом предложении также были пропущены буквы. В слове «представителей», «проявления» нужно ставить данные буквы «е» и «о», так как они находятся в корне слова, и их нужно запомнить. В слове «индивидуальности» проверочное слово «индивид». К слове «взаимоуважению» данное слово является сложным существительным. О – соединительное гласное. Эти предложения объединены основной общей мыслью. Важность уважительного отношения представителей разных культур и традиций. Следующее задание. Прочитать отрывок из статьи «Декларации принципов толерантности», принятой на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году. Прочитаем текст. Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма, в том числе культурного плюрализма, демократии и правопорядка. Толерантность – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающие нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека. После текста сразу же дано примечание. Слова. Плюрализм, демократия, догматизм, абсолютизация, правовой акт. Давайте еще раз уточним, что они будут обозначать. Плюрализм от латинского «множественный» – это позиция, согласно которой существует несколько или множество независимых форм знания. Демократия – это политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса. Догматизм от древнегреческого – это мнение, учение. Это способ мышления, оперирующий догмами и опирающийся на них. Абсолютизация – это мыслительный прием, суть которого заключается в том, что в качестве точного принимается такой предел приближения к действительности, который обусловлен потребностями практики. Правовой акт – это официальный письменный документ, имеющий обязательную силу, принятый управомоченным субъектом права. Выполним задание данному тексту. К какому стилю речи относится данный текст? Относятся ли слова, значения которых толкуются к общественно-политической лексике? Какова роль примечаний для понимания текста и в каких случаях они даются? Текст относится к официально-деловому стилю. Это функциональный стиль речи, средство письменного общения в сфере деловых отношений. Лексической особенностью официально-делового стиля является активное использование терминов и специальных тематических слов. Примечания даются для кратких пояснений, конкретного места основного текста или дополнения к нему для определения терминов. Итак, в тексте присутствуют узкоспециальные и юридические термины, а также общественно-политическая лексика. Но, как мы понимаем, здесь очень много терминов. Так что же обозначает слово-термин? Термин от латинского – предел, граница. Слово или словосочетание, являющееся названием некоторого понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства и так далее. В словаре «Даля» сказано, что термин от латинского выражения, слова, речения, названия вещи или приема – условное выражение. В отличие от слов общей лексики, которые зачастую многозначны и несут эмоциональную окраску, термины в пределах сферы применения однозначны и лишены экспрессии. В составе терминологической лексики выделяются два слоя – общенаучные и специальные термины. Общенаучные термины, которые используются в различных областях знаний, а также принадлежат в основном научному стилю. Здесь для примера даны слова «эксперимент», «эквивалент», «прогнозировать», «реакция», «гипотетический», «адекватный». Специальные термины, которые закреплены за определенными научными дисциплинами, отраслями производства и техники. Например, к лингвистике можно отнести такие слова – «подлежащее», «сказуемое», «местоимение». К медицине можно отнести такие слова, как инфаркт, миома, парадонтит, кардиология и другие. Современный мир пополняется новыми словами, растет потребность в их усвоении. Даже исследователи называют его терминологическим потопом, по аналогии, связанный с библейским всемирным потопом, который захлестнул древнее человечество, а в наше время – весь мир. Сегодня мы узнали, что такое толерантность, познакомились с признаками и критериями толерантности, а также общенаучными и специальными терминами. На этом все. Урок окончен. До новых встреч!